Добрый вечер! Ночь нокаутов на НТВ. Как всегда, лучшие бои, лучшие бойцы, лучшие нокауты. Добрый вечер! Знаменитый боксер, участник трех страшных боев со своим ближайшим другом Артур Агатти. Израил Кардона и Лупе Готтерес. Настоящий воин. Ну, а начнем мы с вами с тяжеловесов. Чарльз Дретт. Две победы, одно поражение, одна ничья, одна победа нокаутов. Чарльз Дретт. Холкин Брок, 4-0 у него. Холкин Брок по кличке Рок. Был участником Олимпийской сборной США в свое время. Проиграл Генри Тилман. Колоссальные данные у этого Брока. Двухметровый, длиннорукий, жесткий. Скованный, неуклюжий. Однако, его, особенно левый удар, последите за ним. Джеб. Бьет, как ломом, в цель. Дреб быстрый, пластичный, взрывной. Он в черных трусах. И кажется намного быстрее, чем противный. Однако, дистанцию не рассчитываю. Ну вот, внимание. Повторный левый. Очень неприятный джеб у этого Брока. Дретт никак не дотянется до противника. И кажется, еще не понял, что нужно наоборот, ближе подходить. Нельзя оттягиваться от такого длиннорукого бойца. Видели? Первое чистое попадание слева. Жесточайший удар. Джеб. Слабой рукой. А вот это удар сильной рукой справа. Классический длинный правый голод. Смотрим, как это было. Видите? Одного этого удара казалось достаточно. Холкенброк по кличке Рок. Представляете? Он еще и сальто может крутить. Это при его-то росте. Продолжение следует. А победитель по кличке Рок. А победитель по кличке Рок готов. С ace kasовым голодом, по кличке Рок. Просто бровь. Все это хорошо. Малышленный бюро. против Деррика Джеймса средневеса все это происходит в Техасе и оба этих бойца техасцы вот как действует Джеймс знаете когда я учился в школе было много всяких вызовов собственно эти вызовы привели меня к тому что я пришел в спортивный зал и учителя мне говорили иди и боксируй раз ты такой взрывной знаете стать девятым номером в рейтинг листе мирового бокса для меня этого мало я хочу посвятить все свои усилия чтобы стать чемпионом мне нужно конечно очень тяжело работать чтобы этого добиться это его противник тоже много обещал в свое время Джеймс говорит много бокса это много действий я заставлю его много бить и много промахиваться я его измотаю они даже чем-то похожи друг на друга они даже чем-то похожи друг на друга Джеймс Джеймс и Булуэр Булуэр 29 лет ему Джеймсу 22 Джеймс повыше ростом ненамного на пол дюйма на сантиметр 12-0 у Деррика Джеймса 7 побед нокаутом Улисс, Текси Семей 24 победы 3 победы и 7 побед нокаутом Улисс Улисс. Булуэр. Запомнили в чём они одеты? Булуэр в чёрных трусах с красной полосой. Смотрим с первого раунда. И Булуэр на пол отправляется после этого удара. Так начался бой с нокдаун. Джеймс, как и обещал, много бьёт сам. Но вот так вот прижать противника, поставив его в неудобное положение, пока не удаётся. Впрочем, он умудряется зацепиться и в середине ринга за оппонента. Джеймс действует размашисто и очень напористо. Складывается впечатление, что Булуэр просто не успевает за противника. Он поддавливает, подпирает, сокращает дистанцию, пытается зацепиться и опаздывает. Легко, расслабленно, свободно действует Джеймс. Швыряю удары под разными углами в цель. Низковато ударил, получил предупреждение. Временами кажется, что на ринге только один боксер. Джеймс. Смотрите, как действует рефери. Очень хорошая работа. Вовремя среагирует. На повторы это будет отчётливо видно. Девятый действовал очень внимательно. Не в пример тому рефри, которого мы с вами еще увидим сегодня. Прекрасная победа. Заслуженную победу. Он много делал в ринге, он старался. Джеймс. Победа нокаут. Нам обещают очень интересный и очень спорный, я бы сказал даже скандальный бой. Гэри Белл, Роберт Хокинс. Но это позже. Итак, Лупи Гутьеррес против Тони Делароса. Вот он, Лупи Гутьеррес. Это боец, который выступал в полулегком весе и каждый бой которого превращался в настоящую войну. Бой против Фрэнклина, чемпиона по версии USB-A. Североамериканская ассоциация Соединенных Штатов сделал его чемпионом. Лупи Гутьеррес отнял тогда титул. Знаете, это очень здорово быть чемпионом. Так много людей поздравляли меня с этой победой. Прекрасно себя чувствуешь после этого. Лупи Гутьеррес. А этот мальчуган, ему всего лишь 19-й год идет, Тони Делароса, мексиканец. Никто не ожидал, что этот неизвестный мальчуган продержится против чемпиона, хотя бы Рау. Все так считали, за исключением самого Тони Делароса. Говорит о том, что нужно настроиться, настроиться, войти в определенный психологический режим. Тринадцать побед, тем не менее. Правда, всего лишь пять побед нокаутом. Двадцать побед с пятнадцать нокаутом. Два поражения Лупе и Гутьеррес. Двадцать побед с пятнадцать нокаутом. Двадцать побед с пятнадцать нокаутом. Какая странная кличка у Гутьерреса, маленькое ружье. Да, поистине этот Лупий Гутьеррес настоящий бой. Потому что то, что творилось в бою против Франклина, тогда многие сочли, что этот бой претендует на звание «Боя года». Вы знаете, что каждый раз журналистский пул определяет лучший бой года. Вот как это выглядело тогда. Как выглядел тот бой, когда Лупий Гутьеррес отнял титул у Франклина. Гутьеррес из тех парней, которые действительно из любого боя устраивают настоящую войну. Ну и чемпион, тогдашний Франклин, тоже был не промах. Так что рубка шла на протяжении всех раундов. Давайте устроим хороший, красивый бой. Говорит рефери бойцам. Но Делоросу приходится переводить. Он по-английски не говорит. Смотрим с третьего раунда. Третий раунд. Скептики поражены. Юная Делороса все еще на ринге действует достаточно уверенно. Он уверенно двигается, держит под контролем противника. Но недостаток опыта. Вот этот недостаток опыта как раз заставляет его делать ошибки. Нет-нет, да избивается он на бой в средней дистанции против чемпиона. Видите, как напористо он действует. Но он еще не понимает, что Гутиеррис это не тот оппонент, от которого можно действовать в средней дистанции. Это стихия Гутиерриса. Удар за ударом наносят слева по туловищу Гутиеррис. И эти удары изматывают. Я не говорю уже о том, что они просто очень опасны. И все-таки нужно отдать юному мексиканцу должное. И он ведет себя как настоящий боец. Он еще не понимает, что это бомбардировка под туловищем. Это попытка снять защиту с головы. Короткий левый в голову. Гутиеррис. Нет, не встанет Беларусь. Обратили внимание, какой это был удар. Вот этот удар. Вот этот короткий, жесткий левый в голову. Как раз после множества ударов этой же рукой по туловищу Гутиеррис снял защиту и попал. Третий раунд. 2 минуты 39 секунд. Гутиеррис. Теодор Карадин против Роберта Кампоса. Вот это Кампос. Рефери Лоренс Коул. Три победы, два поражения. В общем, понятно. Высокого полета птица. Кампос. Девять побед, восемь нокаутов. Одно поражение, одна ничья. У Карадин. Карадин выше ростом. И сейчас мы увидим, что он и быстрее. С самого начала Карадин избирает тактику очень выгодную для себя. На сто процентов использует свое превосходство в рост. Вес этот, мы его называем первый полусредний, до 63,5 килограмма. Короткой схваткой в ближней дистанции Карадин тоже не гнушается. Он сразу поставил противника на нужную ему дистанцию. И просто выцеливает. Для удара справа он делает все, чтобы сбить вот этот блок. Постреливая джебом. А Кампос, похоже, не понимал. И вот результат. Все как по писаному. Это было чисто сработано и сделано, как задумано. Да, это сто процентов на Каэ. Одна минута 46 секунд. Одна минута 46 секунд. Карадин. А мы все ждем. Матч реванша Гэри Белл против Роберта Хокинса. Вот он, Гэри Белл. Оба этих тяжеловеса шли без поражений, пока Хокинс не проиграл Беллу. Причем проиграл очень спорно. Многие считают, что он выиграл тот бой. Причем самое забавное, что Хокинс проиграл больше боев, чем выиграл. Но вот последние бои перед этой встречей, она была такая длинная вереница побед. Сейчас Исраэл Кордона. Исраэл Кордона против Жирарда. Сэма Жирарда. Да, Кордона был замечательным боксером. Очень агрессивным, напористым и опасным. Он победил Айвена Робинсона. Того самого Робинсона, который, помните, выигрывал Артура Гатти дважды. Два потрясающих боя. А интрига предстоящего боя состоит в том, что вот этот самый Питок Ордона всегда имел спарринг-партнером своего будущего противника, Сэма Жирарда. Я знаю, что он может предложить мне во время боя. Я знаю, как с этим бороться. Хочет он связываться со мной вблизи, я с ним свяжусь. У вас есть план на бой? Есть у меня план на бой, говорит Сэм Жирарда. И вот нам иллюстрирует, как может действовать Жирарда. Все будет зависеть от того, что он привнесет в ринг. Я ведь все могу принять. Захочет он бокса, я ему навяжу руку. Будет рубиться, я постараюсь его перебоксировать. Ну и раскрываться ему тоже не стоит, потому что я использую. Итак, сила Питок Ордона. Напористый стиль. Физическая мощь. Слабости. Легко попасть в него, и очень он не любит двигаться. Сэм Жирард. Эффективное давление. Слабости. Не хватает мощи физической и мало опыта. Бой за звание чемпиона по версии USBA Североамериканской ассоциации бокса. В легком весе. Сэм Жирард. 17 побед. 9 нокаутов. 3 поражения. 1 ничья. Сэм Жирард претендент на титул. Он из штата Род-Айленд. А вот и Питок Ордона. 27 побед. 2 поражения. 20 побед нокаутом. Хартфорд. Штат Коннеккет. Итак, Исраэл Питок Ордона защищает свой титул. Чемпиона по версии USBA. В легком весе. 12 раундов. Для USBA. Лайт-вейт чемпион. Чемпион-чек. Чемпион-чемпион. Друзья, вы уже дадите правила. Я напоминаю вас сейчас. Респекты друг друга. Обеяйте мои команды. Давайте держим это струкно профессионально. Я вам дал инструкции, говорит рефери. Напоминаю, уважайте друг друга. Подчиняйтесь моим командам. Жерард. В черных трусах. То, что обещал, делают. Прессинг пытаются навязать. И этот прессинг противник принимает. Кордона просто подкрадывается к противнику. Ничего лишнего не делать. И прессинг оборачивается против самого Сэма Джерарда. Короткий левый отправляет Джерарда на пол. Вот и все. Кордона сделал, как и обещал. Он принял то, что ему предложил противник. И нашел противоядок. Противоядок. Мощный короткий левый крючок. Одна минута тринадцать секунд третьего раунда. Вот когда все закончилось. Кордона был явным претендентом на мировые титулы. Это был очень опасный легковес. И его помнят до сих пор. Бой полутяжит. Лэмпкен. Вот он. И Смит. Это Смит. Смотрим с первого раунда. Смит в белых трусах. Два раунда прогулял. Начинается третий. И тот вдруг рефери обнаружил, что на спине у Смита непонятно что. Знаете, появилась такая странная манера. Писать на спинах боксеров рекламу. Рефери пытается выяснить. Ребята, что там у вас на спине у бойца? Ну-ка, очищайте это дело. То ли от того, что ничего прочесть невозможно. То ли от того, что просто Смит, побывав на полу, видно, снял часть краски с того логотипа, который на ринге. Он пытается сейчас сделать то же самое со своим противником. Не тут-то было. Лэмпкен одним ударом отправляет Смита в душ. Смывать то, что у него на спине. Да, то, что американцы называют Big Right Hand. Большая правая рука. Вот это был крюк. Лэмпкен. Даже руками развел. Как это вышло, сам не знаю. Марк Фернандес. 33 победы, 17 в поражении, 14 в нокаутах. 14 победы, которые приходят по кличке Кобра. Он проживает из Коммерс-сити, Колорадо. Это Марк Кобра Фернандес. Марк Фернандес по кличке Кобра. А это знаменитый Микки Уорд. Конечно, все, кто смотрел бокс на протяжении последних лет, помнят, кто такое Микки Уорд. 30 побед и 21 нокаут. 8 поражений. Айриш Микки Уорд. Напоминаю, трилогия Микки Уорд. От Артура Гатти вошла в историю мирового бокса. Как самое страшное сражение за последние 20 лет. Но тогда... До этого еще было далеко. Достаточно далеко. Микки Уорд. Это настоящий бой. И как я уже говорил, может быть я повторяюсь, но с участием Микки Уорда любой бой превращается в войну. Тут он, однако, не так азартен. Атлетичный, свободный, очень жесткий боксер Микки Уорд. Его противник хоть и носит кличку Кобра, ужалить пока не может. Очень неприятная черта Уорда это постоянный прессинг. Он левша. Жесточайший удар в область печени. Нормальный человек даже не представляет какая-то страшная боль пропустить вот такой удар. И вот в этой каше, в этой рубке Уорд себя чувствует, как рыба в воде и ведет очень точно и расчетливо. Коротко и ясно. Микки Уорд. Сейчас Микки Уорд уже повесил перчатки на гвоздь, но каждый раз, когда у его рингового врага и личного друга Артура Гати бой, Микки Уорд всегда в его углу. Чистая победа. То, что называется чистым нокаут. И так, Гэри Белл, Роберт Хокинс. Гэри Белл, непобежденный Гэри Белл тяжеловес. Боксер, который обещал очень много. Он был спарринг-партнером Ивандера Халифилда как раз перед боем Халифилда с Тайсоном. И вот Халифилд говорит, что когда он тренировался, Гэри Белл был замечательным воплощением Майка Тайсона в тренировочном зале. И стиль Белла имитировал и напоминал манеру боя Майка Тайсона. Так что Белл здорово помог Халифилду выиграть тот бой. Ну вот и Хопкинс в своем репертуаре. И вот когда они встретились, никто не верил, что решение судьи было справедливой. Я думаю, что я разрушил двадцать в пятницу. Да, двадцать в пятницу я думаю, что это было. А правда очень похож на Тайсона Берри Белл. Он и одет так же, и пострижен так же. Для меня не важно, с кем я дерусь. Я дерусь, делаю то, на что я способен. И прошлый раз я выиграл. Я уверен в том, что я выиграл. Итак, Роберт Хокинс выиграл последние одиннадцать боев. И мощный мускулистый Гарри Белл. Выиграл последние десять боев нокаута из пятнадцатых. И обратите внимание на этого рефера. Ох, этот рефер. Обратили внимание, что там было. Было чистое попадание рефера считает, что Белл поскользнулся. Хорошо, говорит Хокинс. Я согласен. Третий раунд. Белл бьет низко, очень низко. Жестокий удар ниже пояса. Очень больно. Смотрите. Ну, явно. Очень низко. Рефери дает пять минут на восстановление. Хокинс. Белл в атаке. пояса. Белл не заметили. Хокинс проводит комбинацию Белл на полу. И рефери тянет секунду. И дотянул до перерыва. еще один удар ниже пояса. Еще один удар ниже пояса. Но это дисквалификация 100% по всем правилам. Ничего подобного. Ничего подобного. Рефери не реагирует. И вот десятый раунд. Хокинс после всех этих ударов ниже пояса все еще жив и все еще на ринг. Белл явно придерживает. И тут наконец-то Хокинс выходит из себя. Глядя в глаза Беллу даже этот рефери прекрасно понимает. Этот боксер сейчас упадет и упадет на долг. И он прекращает. Вот так Хокинс выигрывает эту схватку этот матч реванш но как же тяжело она ему далась. И все благодаря третьему человеку в ринг. в ринг. Трудно сказать чего тут больше было непрофессионализма или дурных намерений со стороны рефера. хокинс выигрывает бой техническим нокаутом и заслуживает